Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. И начнем мы сегодня во дворе дома номер 9 по улице Тбилисская. Есть повод. Наше внимание привлекла вот это вот выше человеческого роста гора грязного снега, который аккуратненько сгребли сюда грейдерами. Теперь этот снег лежит во дворе дома номер 9 по улице Тбилисская. Напомним, вообще-то дворы не место для таких гор. Вообще-то снег необходимо вывозить на специальные полигоны. Но, к величайшему сожалению, это далеко не единственная снежная гора в пермских дворах. Вот такая история. Сегодняшний кадр дня от дежурного по городу носит название «Они скоро закончатся». Но действительно, сколько еще будет лежать снег в Перми? И сколько еще в наших дворах будут появляться снеговички? Так что успевайте любоваться, пока есть какой симпатичный ушастик с круглыми глазами. Вот дом, который построил Джек. Нет, Джек его не строил. Это дом номер 26 по улице Краснополянская в микрорайоне Загарья. А это дорожка. Единственная дорожка, по которой можно из двора выйти на улицу Краснополянскую. А это траншея, которую прокопали коммунальные службы, когда вели здесь очень-очень важные работы. Теоретически пройти здесь, конечно, можно. Особенно, если у тебя сапоги или ботинки на толстой подошве, но даже в этом случае радости никакой. А каково тут мамочкам с колясками пробираться? Или, например, пожилым людям? В общем, весь дом номер 26 по улице Краснополянская, что называется, в едином порыве, ждет не дождется, когда придут коммунальщики, которые все это скопали и восстановят за собой благоустройство. Весна – это время солнышка и, конечно же, птиц. Валерий Чепкасов прислал очень настроенческую фотографию стая свиристелей купается в луже. Абсолютно весенний снимок. Ну, а Кристина Смолякова порадовала нас любительским видео. Самое первое название, которое приходит в голову при просмотре – это «Дятел дровосек». Интересно, сколько ему надо времени, чтобы дерево свалить? Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного сообщения получит подарок от нашего партнера мебельного дисконцентра «Наша фабрика» на Соликамской 271А. Это стул для кухни. Задумали обновить мебель? Покупайте в рассрочку без первоначального взноса и переплат. «Наша фабрика» – мебельный дисконцентр на Соликамской 271А. Реально низкие цены. Подробности у продавцов-консультантов. На этом Эгригиндис и Александр Худяков заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете и группу ВКонтакте. На сегодня все. Спасибо, удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова